А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Юри Фьюри. Он играет в Майнкрафт и у него на канале присутствует такая интересная рубрика, как Фристайл на роддомном серваке и также многие другие рубрики. Поэтому если ты заинтересован, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. Но перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что же ребята, что мы будем делать? Знаете, что мы будем делать? В этой серии мы эволюционируем Скорупи и наверное даже его выложим. Также начнем прокачивать Кронидоса до его последней эволюции. Также постараемся его выложить как можно быстрее. Но перед этим, ребята, я опять бы вам хотел сказать спасибо, потому что опять мы вчера набрали тысячу лайков на новой серии Пиксельмон. И это, если честно, даже не был выходной день. Да, обычный, можно сказать, даже самый худший. Даже понедельник был. Ну, никто не любит понедельник. Поэтому, ребята, все же мы так же набрали тысячу лайков за один день. Ребята, большое спасибо вам за это. Я просто вижу то, что вы очень ждете Пиксельмон, ждете новые серии. Поэтому, наверное, так активно ставьте лайки, потому что все-таки вам нравится Пиксельмон. Поэтому, ребята, я там вижу невидимый покелут на земле вроде валяется. Или мне показалось. Да, вот он. Так. Но, ребята, не забываем, что если вы хотите и завтра видеть новую серию Пиксельмон, то есть, если вы хотите, чтобы завтра, в среду, вышла еще одна новая серия Пиксельмон, то поставьте лайк. Ведь если мы наберем тысячу лайков на вот этой серии, которая вышла сегодня во вторник, то завтра же выйдет следующая серия. Если мы наберем лайки, а она не выйдет, то вы будете иметь полное право написать мне ВКонтакте, чтобы я вас добавил в друзья, сделал вам подарок ВКонтакте и также расписался у вас на стенке. И, возможно, даже сделал сигнал. Но это, ребята, только если мы наберем тысячу лайков на вот этой серии и новая серия завтра почему-то не выйдет. Но, ребята, выйдет она. Я вам даю слово, потому что это у нас состязание, ребята. Кто первый сдаться, да? То есть, или я серию не выпущу, или вам разодравится Пиксельмон и вы не будете ставить лайки и мы не наберем тысячу лайков. А наберем где-то там через, ну, на следующие дни. Поэтому, ребята, смотрите, когда хотите новую серию, зависит только от вас. Также проверяльщики, ребята, давайте быстренько заканчиваем то, что я общаюсь со своими подписчиками. Поэтому, ребята, если имеете желание что-то спросить, то спрашивайте в комментариях под этим видео. Да, не только под этим, под любым. Я буду иметь большое желание ответить на ваш вопрос и пообщаться с вами, да? Поэтому, ребята, если хотите проверить, что я реально отвечаю на ваши вопросы, просто-напросто оставьте свой комментарий. И, ребята, последнее, чтобы не затягивать, подписываемся на мой канал. Я буду очень сильно рад, если вот ты прямо, чувак, подпишешься на мой канал и вступишь в нашу большую дружную семью. Мне кажется, это не так, если сложно. Поэтому, ребята, подписываемся. А сейчас мы полноценно приступаем. Вот, Покебол, к самому моду Пиксельмона. Сейчас будем прокачивать, давайте. Опа. Я уже не серии нашел один, да, вот этот невидимый покелут. Он мне выпал. И вот, ребята, смотри, что какая-то фигня мне выпала. Сейчас темка выпала и вот эта лечилочка мне выпала. Вот с вами, да, я прям так нашел два невидимых покелута. Ребят, кого бы словить? Кого бы словить? И давайте мы... А, в принципе, все нормально. Скорупи... Скорупи уже имеет экспешер. И вот, ребята, я быстренько перенесся в пустыню, чтобы просто-напросто не затягивать серию. Я не знаю, насколько. А перенесся я сюда для того, чтобы собрать... Собрать тростничок. Вы спросите за тем, а за тем, то, что, ребята, все-таки, мне кажется, стоит. Стоит нам потом сделать конфеточки. Кто не помнит, то в предыдущей серии я гадал, думал. Я почему-то забыл то, что... А как крафтятся конфеты, да. То есть я ходил, думал, 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 думал. Но, в конце концов, под конец серии я вспомнил то, что конфеты крафтятся... Опа, покебольчик. То, что конфеты крафтятся с помощью одного сахара, одного золотого яблока. И то, что еще нужно... Что там еще нужно, ребят? Я опять забыл. Сахар, золотое яблоко и... И Глоустон, да. Глоустона у нас, к сожалению, нету. В принципе, он был перед этой серией, но я пошел и продал его. Да, ребята, я продал его, потому что... Ну, нам нужны сейчас монеты. Нам нужны, ребята, сейчас монеты. У нас сейчас 11 серебряных монет. Да, кто не знает, то один мастер-булл стоит 12 серебряных монет. 12 серебряных монет. А у нас уже есть 11. То есть в скором времени мы купим еще один мастер-булл. И тогда у нас уже не будет... Это кто там? Это Пиджи такой? Мелкий, твою мать. У нас уже не будет, да, каких-то... Какой-то боязни, да, то, что... Ну, как заспавится легендарный покемон, а у нас не будет мастер-буллов, чтобы его словить. А всегда на такие крайние случаи, в принципе, лучше всегда иметь в запас один мастер-булл. Потому что ты никогда не знаешь, когда заспавится легендарный покемон. И плюс к тому, шла речь о Скорупе, то, что, ребята, он уже, в принципе, эволюционирует. Как я знаю, у него эволюция вроде уже произойдет на следующем уровне. Поэтому, как только это произойдет, мне кажется... Как думаете, ребята, в принципе, может уже, наверное, его можно будет выложить? Или все-таки докачать его еще где-то до 50-го уровня, допустим? Я не знаю, честно, ребят. Я не знаю, посмотрим. Я так заметил, вот... Я так быстренько перепорнулся вот сюда в пустыню, да? Чтобы не затягивать серию, как я уже сказал, так дать ей выключить шейдеры. Я заметил то, что, в принципе, нумелов можно даже очень круто убивать. Почему? Потому что с каждого нумела выпадает вот это Блейз Паудер. Нумелы умирают с одной атаки, да? И, в принципе, их тут даже очень много. Поэтому, ребята, ты убиваешь одного нумела. Тебе выпадает один Блейз Паудер. Один Блейз Паудер это одна монетка. То есть, это уже круто, да? То есть, там 64 нумела это 64 монетки, можно так сказать. Но с них еще иногда еда выпадает. Вот смотрите, мне уже выпало 5 приготовленных стейков, да? То есть, зажаренных уже стейков мне выпало с нумела. Это тоже круто, то есть... Я так заметил то, что с каждой серии мы как-то все больше и больше и больше тратим еды, да? То есть, не знаю... Ой, зачем я ударил кем? Не знаю, как будто у нас еда с каждой серией все больше тратится. Во! Да! Как я уже сказал, Скорупа эволюционирует на 40 уровне. Но то, что я, ребят, не знаю. Как думаете, стоит все-таки прокачивать его до 50 уровня и выложить его на 50 уровне? Или, в принципе, можно уже его выложить прямо вот так на 40 уровне? Я не знаю, честно, ребята. Я не знаю. В принципе, 40 уровень он не такой уж большой. Мне кажется, мне бы самому было бы намного приятнее, если бы у меня в компьютере лежал 50, наверное, уровень Скорупи, а не... Это кто там еще? Это Зангуз, да? 50 уровень Скорупи, а не 40, да? Давайте вылечимся. Поэтому я не знаю. Я не знаю. Ну, ладно, давайте. Как я уже сказал, Кранидос, вот. Мы его докачаем. Мы его докачали. А выкладывать или нет, мы уже разберемся немного потом, да? То есть, вот сейчас, сколько уровней нам там дать? 6, 7, 8, 9, 10, 11 уровней. А выкладывать его или нет, ребята, мы разберемся потом. Как я сказал на самом начале серии, то, что в этой серии мы прокачаем и Кранидоса, и Скорупи. Скорупи мы уже прокачали, остался Кранидос. Свои обещания, ребята, нужно исполнять, выполнять, а не исполнять. Поэтому, чтобы... Вот это, наверное, да. Поэтому мы все-таки их докачаем. А может, я даже потом вне серии просто-напросто их докачаю, да и все. 35-й. О, чувак, ты прям сам на меня напал. Спасибо. А у нас вроде еще даже портала в ад нету, да, ребята? Да, у нас вроде еще даже портала в ад нету. Ух, нафиг. Там уже 40-я серия, я еще даже портал не сделал. Круто. Может, нам домой отправляться? Я не знаю, будем ли мы тут что-то ловить. Сэлэби. Нет, опа, опа. Если ты не очень большой уровень... Ух ты, нихрена себе. Себа. Охренеть. 61-й уровень. Я еще такого, наверное, большого уровня никогда в Пиксельмоне не видел. А я хочу вот этого покемона. Я помню, даже некоторые подписчики меня просили его словить. Я помню, даже меня кто-то просил его словить. Я, наверное, бы его словил, если бы он не был таким большим уровнем. Хм. Потому что это прикольный покемон. Это, ребята, прикольный покемон. Я бы, если честно, имел тоже большое желание его словить. Ха-ха. Ну, попробуйте сейчас найти какого-то там... Ааа... Не знаю. 5-го, 10-го уровня, да, вот такого покемона. Вряд ли это у нас получится. Пипинсир, здрасте. Пипинсир. Мы тебя вроде не видели с предыдущего сезона. 15-й уровень. Эх, один доскбол, попробуем. Ну, в принципе. Если не сейчас мы его слоим, значит... Не знаю, может мы тогда вообще никогда его не слоим. Давайте один кикбол, быстренько. Потому что в этом сезоне цель самого сезона крупно отличается от других сезонов. Да, в этом сезон... Дайте я его... Хотя он 15-й уровень у нас... Крайнидус давай. Ааа... Потому что... Не убей его только, пожалуйста. Во, нормально. А он его убил, зараза? Ну, в смысле, я имел ввиду то, что Крайнидус не убей Пипинсира, а Пипинсир Крайнидуса убил. То, что в этом сезоне, ребята, цель самого сезона немного отличается. Если в предыдущих сезонах... Левел... Сейчас. Вот так. Если в предыдущих сезонах у нас цель была словить всех покемонов, всех легенд, и чтобы у нас Покедекс был заполнен на 100%, и только тогда мы бы заканчивали сезон, то в этом сезоне, ребята, у нас немного другая цель. У нас, как я помню, цель там вроде словить то ли... Сколько там? 100-150 покемонов, чтобы у нас еще было около 5 Шани покемонов. А у нас уже, в принципе, есть сколько там. У нас уже есть один Шани покемон, это уже Дропион. И чтобы у нас вроде было минимум, там, я не знаю, 5 легенд, да? То есть у нас уже есть 3 легенды. Поэтому не так там много, ребята, и осталось. А по поводу покемонов, 150 покемонов... Это... 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 Шани, ребята! Это Шани! Шани гипно розовенький, офигеть! Главное, его сейчас не убить. Шани гипно. Вот кого-кого, но я вообще его не ожидал тут встретить, честное слово. Ну, это какая-то вообще неожиданность большая, потому что... Ну, кто... Я вижу там какая-то чукча, ага, такая розовая. Я такой подумал на секунду. Ага, какие у нас есть розовые покемоны, которые вот так выглядят? А потом понял, это же гипно розовый покемон. 46 уровень, ребята. Был... я бы был бы очень рад, если бы это был не гипно Шайни. А если бы это был... Ааа, давайте еще раз Дазбол. А если бы это был... О, там, там покемон на заднем плане. Смотрите, ребят, он уже забежал. Круто. Он у нас есть, вот этот покемон, или нет? О, мы с Лавилища. Где он был? Вот... Он тут где-то был. У нас есть он? А, Пучена, да. Пучена у нас уже есть. Мы ее ловили. Если бы это был не гипно, о чем я говорил, да? А если бы это был... Друзи, да? То есть первая эволюция. Но все же, ребята, это Шайни. Если Шайни заспанился, то... Не важно, первая ли это эволюция, или вторая ли это эволюция. Это все-таки Шайни. Поэтому стоит его словить. Ребят, это второй Шайни в этом сезоне. Кто не первый, первый Шайни его... Ну, сейчас у нас в команде, да? Давайте. Так. Покехил. Первый Шайни, который сейчас у нас в команде, я его словил вне серии. Да, то есть я там гулял, что-то делал, я его увидел, я его словил. Ну, в принципе, многие скажут, ух, ты его там словил вне серии, зачем ты это делал? Ну, ребята, я его нашел вне серии, я его словил. Я не буду пропускать первого Шайни покемона, которого мы встретили в этом сезоне. Только потому, что это было вне серии, да? Это было бы, в принципе, ну, как-то глупо. Поэтому я его и словил. Но сейчас вы, ребята, сами все видели, то, что мы словили Шайни Гипну. То, что мы его встретили и словили. Это офигеть. Я рад. Вот, вот, если бы не Шайни Гипну, серия бы не так... 63 уровень. Я вроде только что говорил, что там... 61 уровень, это самый большой, которого я встречал в самом моде Pixelmon. Да, это у нас вот этот Севайпер был. Сейчас я встретил 63 уровня. Мне кажется, сейчас вообще тут будет какой-то 67 уровень. Или то даже больше. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, Эконс, Арбок. Кто-то мне вроде скидывал ссылочку. То, что, ребята, в следующих... Это опять Пучена, да? То, что в следующих версиях изменят текстурку и Арбоку. Точнее, и Эконсу, и Арбоку. Да, то есть, она уже не будет вот такой квадратной. Да, она уже, в принципе, будет круглой. Можно и так сказать. Это круто, это круто. Тандерстоун. Не скажу, что супер-пупер. Но, может, даже пригодится. А что мы вообще делаем в Саванне? А, точно. Арбоку, ребята. Если кто-то помнит, в предыдущей серии я говорил, что было бы круто, если бы мы немного побегали в Саванне. Потому что в Саванне есть шанс... Короче, в Саванне спавнится Райкоу. Поэтому, то, что мы сейчас бегаем, это даже очень круто. Потому что в любой момент он может заспавнится. Но, как назло, он этого просто не сделает. Он этого просто не сделает. Так. Что можно... Ребят, я все-таки еще раз извиняюсь. Я реально простыл. Потому что, поэтому просто-напросто не злитесь, если там сморкаю или у меня голос немного поменялся. Ну, я просто в нос разговариваю, можно и так сказать. Поэтому, извиняюсь, ребята, за это. Ну, к сожалению, все-таки я простыл. Но, все-таки, я серию сейчас записываю. Поэтому, ребята, мне кажется, это тоже стоит лайка. Это кто там? Это Сайтер, я вижу. О, стоять. Я как-то так богом посмотрел. Оп. Тут же сокровищница. Мы в ней вообще были когда-то? Я бы хотел... Нет, не были. Не были. Опа. Сейчас. Упади вот сюда. Оп. Оп. Чуть не умерли. Офигеть. Что у нас тут будет? Фигня-фигня. Опа. Два алмазика. Опа-опа. Это можно будет продать. И опа-опа-опа. Да. Не скажу, не скажу, что прям. Офигенный... Офигенная вот эта сокровищница. Но все же... Сойдет. Пускай будет. Пускай будет. Мы вообще не ожидали то, что она тут будет. Но все же мы ее нашли. Так. Опа-опа. 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 Опа. И зашибись. Шикардос просто. Просто шикардос. И мы, ребята, вылезаем. Ой, ты твою мать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Забрались мы, конечно. Не очень круто. Так. Сейчас. Вот. Вроде... Вроде все. Ну что. Куда бы нам потопать? Магмар я там вижу. Там еще один магмар. Хронидос. Ребят. Вряд ли мы уже сможем эволюционировать. Хронидоса в этой серии? Я думал, что сможем. Но, как видите, нет. Как видите, нет. Мы сейчас еще пойдем домой. Чип-а-вей. Хэт-бат. Тейк-даун. Это, в принципе... Я знаю. Хронидос. Я не знаю, ребят. Давайте вот это. Мы сейчас еще пойдем домой. И посмотрим, сколько мы сможем сделать. Золотых яблок. То есть, сколько у нас дома есть... О, давайте вот этих выбиваем. Сколько дома у нас есть... Вот этих золота, да? И на сколько его хватит? На сколько яблок его хватит? Хотя у нас, в принципе, дома яблок-то толком нету. Ух, офигеть. А яблоки выбивать с Норлаксов вроде можно. Ну, или просто-напросто можно деревья посрубать. Но это долго. Это, в принципе, долго. А, слушайте, давайте магмара попытаемся словить. Почему бы и нет? Вот, квикбол быстренько. Квикбол, если не получится, то тогда, я не знаю, левелболом можно попробовать. Не словился паскудом. Давайте еще раз квикболом. У него красная жизнь, да? То есть, он, в принципе, 25-й уровень. По сути, он должен был бы словиться. Но, почему-то, в этой серии, не серии, а версии, у меня такое складывается, это дождь, да, складывается такое впечатление, что они прям даже порезали шанс поимки обычных покемонов. У меня прям такое ощущение. Ребят, кстати, я выключу дождь, честное слово, сейчас не имею желания играть в дождь. Да, пусть там еще и шейдерами, да? Круто, мы словили магмара в этой серии. И мы словили, да я не тропенча хотел напасть. И мы словили, а может даже нумела словить? Давайте, ребята. Нумел очень такой приколный. Даже кролик такой миленький. Я прям посмотрел его, такие глазки. Он так на нас смотрит. Ну, слови меня, пожалуйста, мне тут одиноко. И вот, нумел, мы тебя словили. Чем больше покемонов, тем лучше, потому что, ну, тем больше покемонов мы будем прокачивать. Опять там Блазикен. Дайте мне, пожалуйста, Торчика. Мне не нужен Блазикен. Я не хочу. Если бы, то есть, ладно, кто-то может скажет, мол, я дистану, вот ты словил там Гипно, хоть он был второй эволюцией. Ты не словил же Дроузи. Но, ребята, это был Шайни-покемон. А Блазикен, это последняя эволюция Торчика. Я не хочу ловить последние эволюции. Я пытаюсь всегда словить самые первые эволюции, которые только смогу найти. А если я их нахожу, я их ловлю и потом с первой эволюции докачиваю до последней. Если все-таки спавнится Шайни, то, конечно, я словлю Шайни. Потому что Шайни это, как обычный покемон, только меняет цвет и, можно сказать, он реже, чем обычный покемон. Сайтер, давайте попробуем. Поэтому, ребята, я и ловлю Шайни-покемонов, даже если они там спавятся вторая, третья эволюция, да. Но все же, ребята, это исключение. Если вот сейчас Блазикен, я помню, мне там даже подписчик написал, мол, вот ты пропустил Блазикен, а почему ты его не словил. Ну, если бы я нашел Торчика, то я бы его словил Блазикена, нет. Я всегда даже пытаюсь словить ниже уровень, который я найду. Вот сейчас Сайтер у нас 31 уровень. Я его, наверное, все-таки убью, потому что было бы круто, если бы... О, вот эволюция Кранидоса, я говорил, то, что в этой серии он не эволюционирует. Ну вот, ребята, эволюционирует. То, что 31 уровень это был Сайтер, если честно, если бы у меня был выбор там 5 уровень Сайтера и 31 уровень Сайтера, я бы, наверное, выбрал 5 уровень, да. А все-таки Сайтер это крутой покемон, потом Сизор будет, это вроде... Это Жук, а Жук, в принципе, даже потом рубает очень даже круто. Мне кажется, наверное, один раз мы все-таки сделаем Сизора капитаном команды, он, если честно, даже очень крутой. Это что? Это так, можно сказать... Ага, 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 я понял, я понял, я понял. Канга, кан, это, нет, это не босс случайно. Короче, кенгурушки, кенгурушки. Значит, у нас, ребята, уже есть Ромпардос. На 30 уровне он уже эволюционирует. Жаль, что с этих кенгуру нифига не выпадает, они, в принципе, так выглядят, как какие-то там ходячие мешки. И с кожей, да, или что-то в этом роде. Но, к сожалению, с них ничего не выпадает. Так, вылечимся. Вот еще один, Нидуран Мэйл. Ну, вот этих всех потом покемонов, да, можно половить, но потом. Сейчас. Эх. Мы и так, в принципе... О, Бол, я... Где был? Вот он, да? Ага, в принципе, мы и так словили в этой серии уже нормально покемонов. Даже Шайни нашли. Ээээ... Вот это можно... Давайте мы сначала вот это все очистим, что нам в данный момент не нужно. Вот так. В принципе, все остальное нужно. Все, все остальное даже... Нет, это цветы. Все остальное даже если мы не будем использовать, то это мы сможем спокойно затолкать нашей... Нашей барыги. Пора бы уже, наверное, было бы сделать магазины для наших продавцов. Я это, в принципе, хотел уже даже сделать на начале сезона, но... Ребят, никак руки к этому не доходят. Потом, может, сделаю, но не знаю когда, честно. Так, до Дрио 33 уровень. Давайте быстренько запинаем. Если так получится. Ребят, мне кажется, наверное, уже можно отсюда даже уходить. Все-таки можно уже даже отсюда уходить. И что я еще самое главное забыл? То, что я же в предыдущей серии устраивал такой небольшой опрос. Да, мы же в предыдущей серии словили Иви, и я устраивал такой небольшой опрос. В честь кого вы... Нет, то есть в какую эволюцию вы бы хотели эволюционировать нашу первую Иви? Мне кажется, все-таки победил... Было очень много голосов за Глассиона, и было очень много голосов за... За Вапориона. Все-таки, мне кажется, было намного больше голосов за Вапориона. На втором месте вроде там был Глассион. Наверное, все-таки, ребята, мы сделаем Вапориона, но давайте уже не в этой серии. Давайте в следующей серии... Следующую серию мы посвятим тому, чтобы эволюционировать Иви в Вапориона. В принципе, почему посвятим? Это не так-то и долго, да, там... Минутки-две, и все. Эволюция произошла. Мы потратили, ребята, около полстача Хабчика за одну серию. Это много. Ладно, давайте возвращаемся домой. Я просто еще хочу посмотреть на наши рыбацкие сети. Что же там? Что же там? Что же там? И мне кажется, в скором времени, ребята, нам нужно будет потом еще пойти прогуляться... У нас просто места нету, твою мать. Нам нужно будет пойти прогуляться за... За вот этим... За морепами в этот... В снежный биом, да? Для того, чтобы все-таки набить еще... Набить еще шерсти, и чтобы сделать еще больше вот этих рыбацких сетей, да? И, в принципе, ребята, смотрите, смотрите. Опа! 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 В следующей серии мы себе купим один мастер-болл, да? То есть, ребята, новый мастер-болл у нас появится в следующей серии. А вот сейчас мы можем, в принципе, пойти быстренько вот это все проверить. Кто там словился? Какая фигня? Или, может, даже что-то ценное? Посмотрим. Ну, или, в принципе, как всегда, обычная рыба, да? Ааа... Вот там что-то... Это бирка нафиг или что это? Я не могу понять. Это бирка. Офигеть просто. Так. Ребят, я ещё, наверное, отойду Быстренько, а то меня уже Смоли сейчас Задавят нафиг Это прям сопли, смоль, офигеть Вот нахрена нам выпала Офигеть, бутылка с водой Это прям охренеть И удочка Ладно Я не знаю зачем, ну, допустим Это так и должно быть Выкинем, давайте выключим шейдеры У нас дома, потому что лагает Это выкинем, вот это нужно было поставить Это выкинем И вот это выкинем Сейчас, что мы можем сюда Это всё поставить сюда, мы это не можем Это не можем, это не можем, это можем И это можем, замечательно Сюда, вот это Вот это, вот это, вот это И больше вроде нечего И вот это, да, да Замечательно, сюда вот это, вот это И хавчик Вот это, вот это, вот это У нас есть, смотри, 21 вот такая рыбка такая рыбка по сути должна стоить 2 монетки, да? Вот такая рыбка 2 монетки должна стоить Вот такая рыбка в принципе тоже 2-3 даже монетки Потому что это clownfish там, я не знаю Клонская рыба И вот такая Тоже вроде 2 монетки стоит В принципе нам ещё нужно потом, наверное, будет сделать Вот это как Ещё одного продавца Потому что в одного продавца всё-таки не стоются все вещи которые мы бы могли продать Да, то есть мы там выбирали что-то Ладно, у продавца все-таки не остаются Все вещи Поэтому потом, ребята, мы, наверное, что-то даже И то ли выкинем И добавим вместо У меня что, Q не работает Работает, почему ты так Эм Эм Вы видели то, что вот эта вся пшеница вернулась Которую я только что сделал, она вернулась Офигеть Вот это залагало, просто-напросто Ладно Это давайте возьмем, возьмем вот это И посмотрим Вот это Ну, ну, ну смотрите Один Три Четыре Пять Шесть И где-то вот семь, да Восемь Еще четыре Еще четыре Но, в принципе Золото Золото, можно сказать, хватит Вот смотрите Один Два Три Четыре Вот так Двенадцать Раркенди Двенадцать Раркенди, ребята У нас уже есть семнадцать Плюс двенадцать Это получается Двадцать Двадцать Девять Двадцать Девять Да, если мы вот это сделаем То Почериц уже будет сотым уровнем Ребята, мне кажется Все-таки уже действительно Уже Уже стоит Выкладывать Почерицу Поэтому я сейчас Я очень сильно хочу Ее уже наконец-то Прокачать Чтобы она уже стала сотым уровнем Вы можете еще серию Две побегаем Ну, то есть Тупо ради эксперимента Да, чтобы посмотреть Все-таки Выпадет ли что-то крутое С помощью этого покемона Потому что, кто не знает С помощью Почерицу Нам с обычных покемонов Есть шанс То, что дропнется Какая-то вещичка И как мне Я помню Горилии То, что чем больше уровень Почерица Тем больше вероятно Что дропнется вещичка И тем больше шанс Дропа какой-то Крутой вещички Поэтому, ребята Я так и заинтересован Чтобы посмотреть Реально ли что-то дропнется Поэтому, ребята Мы посмотрим Я ее все-таки Эволюционирую до сотого Не эволюционирую Я прокачаю до сотого уровня Потом, когда она им станет Ни хрен НИХ Флэйм 1 Атака 4 Анбрейкинг 3 А я только сейчас заметил Вот бы нам выпал Такой лук В ванильке Да, или, например Даже В сборке С какими-то модами Ну нахрена нам Вот этот лук В пиксельмоне Опа 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 Севайпер 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 Какой ты там уровень? Три четвертый Ух Я, ребята, не знаю Честно Можно, в принципе, попробовать Не убьем мы его С одного удара Опа Да, с одного удара Ни хрена Ни хрена себе Мы его, в принципе Ух ты Ух ты Ни хрена себе Вот давайте сейчас попробуем Быстренько Квикболом И посмотрим Эволюции Как я знаю У него нету Да, то есть Это только вот Это одна эволюция Севайпер Вроде Вроде нету, ребята Вроде все-таки Ее нету Но все-таки Мы его словили Это даже круто Вот смотрите, ребята Давайте сейчас Быстренько еще-таки Отправимся домой И посмотрим Кого мы словили За эту серию Мне кажется Офигеть Мы еще так столько Не ловили Вот смотрите Иви в предыдущей серии Мы словили И Буниту Мы тоже В предыдущей серии Словили Ребята Мы словили 5 новых покемонов За одну серию Давайте посмотрим Мы словили Пипинтера Мы словили Гипно 46 уровня И мало того Это Шайни Гипно Офигеть Все-таки Шайни в этом сезоне Мы встречаем Нередко Точнее Не часто Нередко Охренеть Это сороковая Нет 41 это серия Уже Да, ребята Это вроде 41 серия Уже Нашего 6 сезона С Пиксельмонами Это наш только Второй 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 Шайни покемонов Если бы у нас был Покердар Это был бы уже Наверное 52 Но все же Мы словили Магмара Мы словили Нумела Он там Я его прям Ребята Захотел Славить И мы словили Симай Это даже Очень сильно круто Но на этом Мы уже Ребята Будем заканчивать Я хотел бы сказать Спасибо вам За просмотр Те кто Досмотрел Эту серию До конца Мне кажется Некаждый человек Сможет досмотреть Серию до конца И тем более Тогда когда Она Продолжительностью Полчаса Поэтому ребята Спасибо тем Кто остался до конца И также Еще расскажу Если сегодня Во вторник Мы наберем Тысячу лайков То завтра Во среду Где-то ближе К обеду Выйдет Следующая серия Пиксельмон Если все-таки Мы сегодня наберем лайки А завтра серия Пиксельмон Не выйдет То вы будете иметь Полное право Меня обвинить в этом Написать мне вконтакте То чтобы я бы Вас добавил Друзья Сделал вам подарок Вконтакте Даже сделал вам сигнал И расписался на стене Но это если Если ребята Только мы сегодня Наберем лайки А завтра серия Не выйдет Но завтра серия Выйдет Ребята Я вам обещаю Все что вас требуется Просто-напросто Поставить лайк Я буду очень сильно Этому рад И в принципе Вы для себя Просто выпустите Серию завтра И серия Пиксельмона Будет каждый день Также Проверяющики Кто не верит Что я отвечаю На вопрос Своих подписчиков И просто Общаюсь Со своими подписчиками То оставляйте Свои комментарии Под этим видео Я Харатом уже Дубаси Твою мать Не дашь мне Серию закончить То ребята Я буду очень сильно Рад прочитать Ваш комментарий Вот и чувак Напишешь комментарий Я его прочитаю И также на него отвечу Тем самым Пообщайся Своими подписчиками Если не веришь То можешь проверить И последнее Не забываем Вступать в нашу Большую дружную семью Я буду рад Каждому новому Человеку Который подпишется На мой канал Поэтому я бы даже Тебя хотел Чувак попросить Вот прямо тебя Подписаться на мой канал Я буду очень сильно Этому рад Ребята Всем спасибо За просмотр В следующей серии Мы эволюционируем Иви И в принципе Наверное Наверное Все таки Попытаемся сделать конфеты Чтобы уже наконец-то Докачать По 400-го уровня И выложить Но ребята Всем спасибо За просмотр Всем удачи Всем пока